В 2008 году наша страна присоединилась к конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Первыми шагами в этом направлении стали предупреждения Минздрава прямо на пачках сигарет. Курение вредит вашему здоровью. Совсем недавно надписи стали крупнее, а текст теперь рассказывает о последствиях курения. В некоторых странах пошли еще дальше и на упаковке печатают фотографии, демонстрирующие различные виды заболеваний, вызванных табаком. Пропаганда отказа от курения у нас ведется посредством социальной рекламы. Это в первую очередь разного рода акции, ролики и плакаты, которые рассказывают о том, что не курить – это модно. Закурить не будет? В них герои, которые отказались от редной привычки, представляются стильными и обаятельными. Но курильщики, особенно среднего возраста, смотрят на них скептически. В кино и мультфильмах часто курят наши любимые герои, не менее обаятельные. К этому же типу рекламы можно отнести ролики с участием кумиров публики, популярных актеров, которые рассказывают о том, как не модно быть курящим. Ну, если даже самый близкий тебе человек, мама, например, говорит, нельзя курить, ну, кого ты больше послушаешь – актера кино или маму свою? И все равно ты его не слушаешь, и все равно продолжаешь курить. Ко второму типу можно отнести ролики, назовем их условно «ужастиками». Они в подробностях демонстрируют последствия курения для организма, как скапливается смола в легких, какие разрушения при этом происходят. Проводятся и акции подобного рода. Например, в октябре прошлого года в одной из аптек нашего города наглядно демонстрировали, как действуют вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, на организм. Из-за анатомических этих роликов я их называю где-то, он страхи показывает. Ну, я вообще такое видео не люблю. То есть я его, как правило, не досматриваю. Я выключаю телевизор, поэтому мне потом рассказывают, о чем был этот ролик. Оказывается, а у людей курение. Да, я знаю, что это вредно. В интернете существует множество сайтов, посвященных пропаганде здорового образа жизни. На одном из них сразу после загрузки страницы начинает вещать мужской голос. Теперь бросить эту пагубную привычку будет делом одного дня. Здесь же предлагают индивидуальные методики отказа от курения. Но чтобы узнать, в чем их суть, нужно отправить смс стоимостью не меньше 200 рублей. Технологии и способы воздействия на сознание курильщика постоянно совершенствуются. Но по-прежнему решающим фактором остается желание самого человека покончить с вредной привычкой. Важно, чтобы это решение было принято человеком не слишком поздно. Если у человека еще не возникло мотивации, но уже появились сомнения в том, что курение безредно для его организма, он может прийти в Центр здоровья и проверить уровень углекислого газа в легких и то, как действует его дыхательная система. Уровень СО2 соответствует некурящему человеку. Но этот газ присутствует в легких всех жителей города из-за обилия транспорта и курящих людей вокруг. В Центре здоровья можно также сделать спирометрию. В этом исследовании определяется объем легких, частота дыхания. Если курение уже отразилось на вашем здоровье, вы об этом сразу узнаете.